Ребята, у нас и были вопросы, давайте мы их быстренько проговорим. Но идея этих вопросов, она примерно в одном. А не проще ли сделать это, а не лучше ли сделать то? Вы сами, когда вы боретесь в своей уникальной ситуации, вы принимаете решение, что вам проще сделать. Но мы должны понимать, что у нас здесь работают несколько вещей. Одна, это то, что мы наработали, будет работать лучше, чем что-то другое. А вторая, это если я могу поработать меньше, то лучше поработать меньше. Например, если я забрал, из этой сейчас была позиция, я забрал почти голго-плату, и партнер схватил мою стопу, аккуратно. А, это больная нога, да? Вот, и он схватил мою стопу, и я, например, умею перетаскивать через себя партнера вот так, то, наверное, я буду это делать, но работы здесь гораздо больше, чем если я просто открываю, вытаскиваю ногу, чуть-чуть ставлю себе опору и открываю ногу наружу и затягиваю партнера в армбак. Вот сейчас будет следующая техника, в которой тоже, ну, она такая немножечко специфичная в том плане, что может не получиться. Но вообще все, что угодно может не получиться, вы можете всегда попробовать. Давайте мы посмотрим, что еще можно сделать из позиции голго-платы. Начинаем мы сейчас как бы вот отсюда, но из этого сетапа, да? Но мы помним о том, что сегодняшняя наша работа, она заключается в том, чтобы мы научились совмещать движение хибамб и движение притягивающие к себе партнера и атаки из раббергарда. Поэтому вы в целом можете отрабатывать и так, то есть вы можете подниматься на партнера, а потом притягивать его к себе. Это в прикладном смысле будет гораздо полезнее для вас. Вы будете создавать вот этот экшн-реэкшн каждый раз, и партнер будет страдать от непонимания, что происходит. То есть он либо в одну вашу технику попадает, либо в другую. Ну вот, оказались мы сейчас в раббере, взяли себя за ножку. И что здесь происходит часто? Партнер вот этой ногой начинает хватать вас за нижнюю ногу. То, о чем мы говорили в начале. Если он, например, ее отожмет и начнет перешагивать, то у вас будут проблемы, и вам здесь желательно бросить все, что вы делаете, и защитить свою нижнюю ногу, иначе вас пройдут. Вот. Но как только он ее схватил, у меня здесь есть что-то, что помогает управлять его рукой. Иногда мы можем захватить его руку, снять и перейти на треугольник. И сегодня мы треугольник разбирать не будем, но принцип тот же. Я беру его руку, находясь на своем боку. И иногда движение ноги мне помогает, иногда движение руки. Иногда я просто левой ногой залезаю стопой под его, ну, в районе бицепса зацепляюсь. Теперь я выпрямляю свою левую ногу, и Саше становится совсем нехорошо. Вот здесь у меня есть несколько опций. Одна опция – это я левой ногой, точно таким же принципом, как в прошлый раз, я буду открывать и переворачивать партнера на спиду, и залезать в маунт. Штука, которая на самом деле довольно часто срабатывает у меня в схватках, но я очень редко ее вижу, чтобы я кто-то применял. Тут идея в том, что когда партнер слишком сфокусирован на этой нижней ноге, вы можете здесь незаметно просунуть свою стопу, помочь себе даже рукой. Иногда вы помогаете себе, приподнимая локоть партнера наверх, вы видите, куда вы засовываете стопу. Вот она зашла, и теперь партнеру тяжело оттуда отпрыгнуть, потому что я начинаю выпрямлять. Ему тяжело эту руку снять одним движением. Я начинаю выпрямлять эту ногу. Теперь я выпрямляю обе ноги. Здесь можно перекинуть вторую ногу сюда, дотянуться до руки партнера, дотянуться до предплечья и начать тянуть на себя. Таким образом, между лопатками партнера будет создаваться давление, и это болезненно. Вот у нас получается две опции. Одна это переворот и залезание в маунт, а другая это болевой. Еще разочек. Давайте начнем с вами все-таки с хип-бампа. Я иду в хип-бамп, партнер защищается, прихватываю его за голову, подворачиваясь на сторону, забираю рабер-гард. Мой партнер начинает хватать мою ногу, и я засовываю свою стопу сюда, натягиваю большие пальцы на себя, размещая свое тело перпендикулярно телу партнера. Теперь я могу просто движением ноги, оттолкнувшись правой ногой от пола, перевернуть партнера и залезть наверх. Это опция номер один и опция номер два. Я точно так же отталкиваю голову партнера от себя, отъезжаю тазом, переношу ногу прямо поверх головы партнера, на шею кидая ему ногу, и начинаю дотягиваться до локтя, дотянулся до локтя, дотянулся до предплечья, это и в ноге тоже будет работать. Просто возьмите руку партнера в районе кисти. И теперь я двумя руками тяну руку партнера к себе. Попробуйте дома. На доме. И на работе. Раз, два, три. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Возьми прямо в районе... Мне не страшно, вообще капец. Есть ли я? Да! Подтяни к себе руку, возьми в районе локтя. Теперь включи вторую руку тоже, возьми в районе локтя тоже. И этой рукой перехватись уже ближе к части. Можно брать прямо сразу. Теперь тяни на себя, руку к другу нужно выпрямлять. Тяни просто на себя. А, так я же не то хотел. Субтитры сделал DimaTorzok